Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас новиночка, долгожданная подсылочка от компании Diagostini. И здесь у нас с вами первые номера по подписке на УАЗ 469 в восьмом масштабе. У меня есть УАЗ, отпечатанный на принтере. И я хотел немножечко его потихоньку дорабатывать. Не знаю сколько выпусков буду брать. Но я подписался на подписку, там скидка идет. Первые три номера в этой подсылке, вторая подсылка там следующие три номера. Дальше не знаю как там что пойдет. Буду покупать до тех пор пока ну буду состыковывать, собирать и посмотрим. Должна получиться такая очень достойная копийная модель. Ну давайте смотреть что у нас по ссылочке. Я ее уже вскрыл. Здесь вот так вот лежат номера. Третий. Первый. И второй. Вот такая брошюрочка. Рассказывается то что первая посылка. Вот кстати он будет с прицепом. Не знаю. Небось в самом конце где-нибудь скорее всего будет очень долго. Давайте начнем прям сразу вскрытие. Еще что хотел сказать. В том году мне кажется не знаю то ли какая-то какая-то другая компания уже выпускала тестовые, ну скорее всего Диагостини выпускала тестовые номера. Вот. Вышло я не знаю тоже там один или два. Нет два или три наверное точно. Потому что у меня уже есть морда уже собранная. Вот. И сейчас и потом мы с вами сравним по качеству что они доработали. Стало ли лучше или хуже. Ну давайте вскрывать. Удобненько так все вложено. Вот уже вижу первое изменение. Бампер тот был составной. У него были наконечники беленькие. Я к сожалению не взял сейчас ту мордочку. Планировал в мастерской собирать. Ну по времени получается то что здесь на работе удобнее. Так что у нас здесь? Значит журнал первый номер и еще какой-то. А это вот то что мы получим. Три версии. Ну это там надо с десятого номера докупать какой-то тип апгрейд будет. Вот. Отдельно в продаже я так понимаю его не будет. Его не купить этот апгрейд. Только по подписке. Вот. Дальше. Поворотные форточки. Вот. Подвижные детали. Будут двери открываться. Капот будет открываться. Вот они в принципе все показано. Как чего будет. Тент будет. Ну. Достойно. Достойно. Копийно. По журналам в принципе можно зайти к Наде Агостине. Почитать. Они отдельно. Без проблем все пишется. История. Откуда что пошло. Какие модели. И инструкция по сборке. Так что. И вот что должно в итоге получиться. Ну все значит это в сторону. Вот кстати на первом журнале показано. При пятой посылке будет лежать подарок коврик. Чтобы собирать. Вот. Потом в седьмой посылке модель. Ну это шла у них серия. Что там не грузовики. А что то на службе. Я их собирал в свое время. В 43 масштабе. У меня вот такой есть уже. Вот. Дальше. Комплект покрышек универсального назначения. Вот. Здесь в третьем номере лежит уже одно колесо. Но оно пластмассовое. Я не знаю. Будет ли она вообще резиновые колеса или нет. Покрышки. Потому что копийные в принципе. Электрическая отвертка. И вот. Можно доплачивать и получить бокс. Чтобы стоял. Но так как здесь у них стендовая она идет. А я то буду делать на радиоуправлении. Мне это не интересно ничего. Я вон самый дешевый взял подписку. Вот. Так что. Вот. Что во втором номере. Ну у нас это уже все есть. Давайте. Скрываем дальше. Капот. Ну и все к нему относящиеся. И отверточка в комплекте. Для сборки. Но я не думаю что она будет прям какая-то крутая. Китайская какая-то хрень. А. И еще будет с каждым номером постер. В принципе можно будет в мастерской потом взять и какой-нибудь стен обклеить уазиком. Ну и соответственно на журналах останавливаться особо я не буду. Тут опять же сборочка. Третий номер. Колесо. Вот как я говорил. Покрышка покрышкой. Но она железная. Пластмассовая. Диск железный. Вот. Колпачок. Ну копийное колесо будет. Вот. Так что мы его соберем. И повесим как запаску. Копийная запаска будет. Стоять он у нас будет на пальбольше колесах. Такой типа тюнингованный немножко. Вот. А это будет как запасочка висеть. Ну и вот третий номер. В принципе тоже тут. Вон постер. Вазики. Ну что. Давайте соберем. И когда уже придет следующая посылочка, я уже как раз таки вам покажу сравнение. Что было в тестовом выпуске и что сейчас мы получаем. Давайте собирать. Пластиковые крюки. Мне кажется были металлические. Все винтики подписаны. Разобраться очень легко. В инструкции написано 1.7 AR. Вот они AR. Открываем. И прикручиваем. Номера все по любому я приобретать не буду. Потому что днища там всякие. Вот. Я думаю что оно мне не нужно. Но там посмотрим. Может быть они их делают с каким-то, с какой-то партией, от которого не отказаться. Либо может быть отдельно в палатке приобрести только один номер какой-то. Вот такой бамперочек. Но сейчас по-быстренькому все соберу. В принципе сильно акцентироваться на всем не буду. Собираем дальше. Вот единственное что. Если покупать номера по одному друг за дружкой. То получается то что отвертка идет со вторым номером. А перед этим вы такие миленькие болтики отвертки купите себе отдельно. И получается то что она приходит. Ну и как бы она не нужна. Конечно когда собираете, берете вот так вот посылку полностью. Вот. Конечно удобно. Сразу несколько номеров. Отверточка вам уже будет. Я предполагаю то что она слабенькая. Я кручу своими. Болтики кстати с запасиком. Значок был зеленый до этого. Сто процентов. Тоже уже другой. Плитье мне кажется было там получше. Крепежей вот этих не было. Тоже мне кажется. Ну вот. Значит первый номер собран. Вот такой получился первый выпуск. Мордочка. Бампер. Изменения сто процентов есть. Много чего сделано по другому. Так что в следующий раз мы сравним. Запасные винтики. Второй. Отвертка не каленая. Ничего так себе. Ну весик такой есть небольшой. Начал собирать свои номера и смотрю уже многие на ютубе тоже прикупили и собирают. Так что скоро уазиков будет много на просторах интернета. Кстати отверточка тоже подмагниченная. В принципе на некоторые шляпки лучше подходит чем моя. Собрали. Остались у нас еще болтики. Кстати болтики по названиям некоторые совпадают. Будем их складывать в отдельную коробочку. Вот такой второй номер у нас получился. Итого. Мордочка. Здесь у нас. Оп. И на защелочке. Но только что-то защелочка как-то. Ну просто наверно пока не собрано. Плохо становится. И вот так пока что это у нас выглядит. Второй номер сюда. И приступаем к третьему. Так. Собрал колесо. Вставлял с обратной стороны. Чтобы не повредить пластиковое колесо. И диск очень тяжело то заходил. Махнул в принципе красиво все. Здесь прикрутил. Но единственное что. Вот это я считаю не копийно. Саморезы отсюда. Я поставлю потом подлиннее. Двух миллиметровые болтики оттуда изнутри. И отсюда гаечку накручу. Так будет более копийно. Вот. Вот колпачок еще. Мне кажется они его сделали очень далеко выходящий. Может быть подпилить. Но это я еще посмотрю. Очень порадовал руль. Он металлический. С насечками. Металл полностью. И тяга тоже. Вон. И такая вот. Пибикалка. Клевенько. Вот. Тормозной суппорт. Я думаю что он мне не понадобится. Но все равно сейчас соберу. Вот. Такой. Я не знаю. Колодки будут. Здесь нет на тормозном суппорте. Но это потом получается как-то вот так вот где-то крепится оттуда. Но я не знаю. Он будет барабан все равно закрытый. Вот. Получается колодки еще установятся. И потом уже будет механизм чтобы вот здесь закрепилось. Вот так. В принципе это все. Первые три номера мы с вами собрали. Вот так вот выглядит начало нашего нового проекта. Спасибо за просмотр. Ждем новых номеров. Все три номера у нас собраны. И вот я решил, как говорится, допоказать сравнение. Вот оно у меня. Две предыдущие, которые тестовые мордочки. Вот. Кажется что они как бы одинаковые. Вот. Но отличия есть. Так. Вот я достаю нашу новенькую морду. Вот с этим кузовом я хочу работать. И давайте значит сравним, что у нас изменилось. Так. У нас изменился цвет. Раз. У нас изменился значок. Два. Два. У нас изменилось какие-то два отверстия. Внизу старая морда. Вверху новая. Значит поворотники тут прикручиваются. Здесь просто вставляются. Следующее мы с вами смотрим. Так. Фары. Фары такие же. Фары такие же. Так. Развернем. По крепежам все то же самое. Кроме. Смотрим. Значит. Здесь крепеж идет на новый в стороне. Здесь он только в центре. Дополнительное какое-то для крыльев наверное. Вот. Следующий элемент. Здесь литая сторона. Здесь она уже выкусанная. Значит будут крылья как-то больше подходить. Не знаю. Смотрим верхний элемент. Здесь вот эту часть делали литую. Здесь она будет уже как отдельный элемент. Это я так понимаю для большей. Чтоб большее количество элементов было и увеличить цену. Вот. Ну и в принципе такие вот из нюансов все. Значок. Тут хромированный. Тут нет. Но вот этот сделан качественнее чем хромированный. Вот. По материалу. В принципе вроде все то же самое. Вот тут дополнительно видите отверстие. Тут заделано оно. Тут оно есть. Ну короче немножечко они его доработали. Как то тут мне кажется штамповка на старый получше. Ну тут непонятно. Кстати надо посмотреть уазик что вот здесь находится у него. Почему здесь отверстия они какие-то задумали. не знаю напишите кому какая больше нравится. Ну в принципе практически все то же самое. Чуть-чуть конечно изменили. И на старой морде бампер был составной. Тут целиковый. А у этого было вот так вот. Соединялись элементы. Но я думаю что целиковый даже наверное практичнее. Потому что видите этот отломился при сборке. Где основной я не помню. И кстати я сказал то что крюки пластмассовые нет. Крюки металлические. Вот такой вот вид примерно должен получиться. Как будут крылья. Буду потихоньку этот кузов разбирать. И доделывать. Вид. Вид будет я считаю да. Ну резину придется заказывать у словика. Колесо наверное будет здесь. Если кому то нужен кузов обращайтесь. Аль. Продолжение следует...